Коммунальные услуги Когда общедомовые нужды в платежных квитанциях увеличились безмерно и не поддавались никакому, порой превышали показания индивидуальных приборов учета, было принято постановление 344.16.04.2013 года, которое обязывало делать расчет ЖКУ на общедомовые нужды, а мы знаем, что это услуги по горячей и холодной воде, это услуги по электроснабжению МОДН, делать расчет по нормативам. И были утверждены нормативы. Вот приказом про регулированный тариф, вот таким, в 2012 году был утвержден норматив на электроэнергию. Норматив электроэнергии в зависимости от этажности, вы можете скачать его в системе интернет, введя аббревиатуру приказа про регулированный тариф от 30.08.12.39.01 в редакции постановления предложения 2. Этот норматив предусматривал изменения от 1 до 4 кВт-часов на метр квадратный в месяц, отнесенные на квадратный метр площади, относящиеся к общему имуществу дома. Что входит в соответствии с этим постановлением 344? А 344 внесло тем самым поправки 354-го постановления о правилах представления коммунальных услуг. Что такое общий имущественный квартирный дом? Банально это звучит так. Это входные дамбура, это лестничные площадки, лестничные марши, это коридоры, это консьержи, помещения консьержи, колясочных. Все это вы можете найти в номере 111 газеты «Мы граждане», войдя по сайту mgvrn.com. Итак, чтобы рассчитать, узнать, насколько нас ребята с управляющих компанией обманывают при населении ОДН, на воду ли, на электроэнергию, мы используем вот такую формулу. Объем коммунального ресурса на эту квартиру, на ОДН, равен нормативу на ОДН, независимо нормативу на воду, который равен 0,25 м3 или 25 литров на квадратный метр, или норматив на электроэнергию, мы уже говорили, от 1,4 кВт, в зависимости от этажности, это видно в таблице, которая утверждена вот этим приказом. Норматив умножен на S общего имущества и умножен на коэффициент пропорциональности. Это отношение площади вашей квартиры к общей площади дома. Это жилые и жилые помещения, и вот это общее имущество. Вот мы взяли, к примеру, свечку 12-этажный жилой дом, 1-подъездный, краснозвездный, 26. Мой знакомый, представитель совета дома, дал характеристики, и вставили это в эту формулу. Норматив по электроснабжению для этого дома 3,55 кВт на квадратный метр. Площадь, можно ее синхронизировать с площадью уборки, то есть лишний клеток, то, что убирается у них, это практически одно и то же. Для этого дома площадь, относящаясь к общему, 600 метров квадратных, площадь квартиры моего знакомого 50 метров квадратных и общая площадь дома 4000 квадратных метров. Проведя нехитрый расчет, мы выходим на 26,6 кВт. И эта величина постоянная и действует, как мы говорим, с 1-го, с 7-го, с 13-го года. Постоянная. И умножая ее на тариф, который равен 2 рубля 89 копеек с 1.07.13 по 1.07.14 Или на 3.01, который действует с 1.07.14 в настоящее время Мы получаем определенную сумму И эта сумма постоянная Таким образом, если вы берете свои платежки, они у вас сохранились, храните их на 3 года Берете платежки и смотрите 26.6, если мы умножим на 3, то мы получаем, соответственно, 80 рублей в месяц А вам начислили 180, то по этому месяцу разница 100 рублей, по следующему 150, по следующему 8, 90 Собирая, калькулируя обман управляющей компании по этой статье ОДН по электроэнергии, мы получаем сумму какую-то И пишем претензию Образец претензии в этой же газете Я разместил в номере 111 Пишем претензию в свою управляющую компанию И прикладываем расчет И предлагаем им оплатить за вот эти два года, прошедшие с 1.07.13 года По настоящее время Либо мы вынуждены будем обращаться в суд И, как правило, грамотные управленцы, понимая, так сказать, абсурдность того, что они делают И встретив ваши грамотные расчеты Погасят вам, и вы будете получать по ОДН в следующем месяце просто нули Пока не выберете вот это Так должно быть Если это не сработает, а в соответствии с 354-м постановлением Они обязаны в три дня какое-то решение принять по этому вопросу Вы обращаетесь в государственную жилищую инспекцию Вариант жалобы также в этой газете приложен К нашему уважаемому крештелю Виктору Владимировичу Который плохо занимается этим делом Ну, он обязан в соответствии с пунктом 161 354-го постановления Именно он отвечает за все это За то, чтобы навести в этом деле порядок соблюдение законности Прокуратура может к этому подключиться Если даже это не срабатывает Пожалуйста, вот на мой сайт В смысле, да, мой электронный адрес Я вышлю вам в электронном виде решения успешных судов по этому вопросу Здесь, имея вот такую грамотосоставленную претензию Вы выходите в суд и легко По защите прав потребителей Вы выигрываете этот суд Потому что на 99% он выигрышный И еще маленький нюанс Значит, надо учесть, что С 1 января 2015 года Нормативы вот эти Изменились на 5-10% Надо проверить, какие на сегодня нормативы действуют К этому приказу, видно, вышло какое-то дополнение О котором я еще не знаю Но мне уже по правилу, что сказали Изменили Но оно никак не скажется серьезно на результатах И еще Иногда на такие уловки идут управляющие компании В 344-м постановлении предусмотрено Если сами собственники жилья Пошли навстречу управляющей компании И провели собрание И разрешили Вот превышение платы за ОДН Превышение платы за ОДН Распределяют среди всех собственников Ну тогда вопросов нет Тогда ни по ком нормативам Начинать не будут И иногда используют управляющие компании Поддельные протоколы И этим тоже злоупотребляют Вот этого тоже не должно быть И еще один момент такой интересный Если у вас, допустим, лифтовые камеры А лифтовое хозяйство Это тоже общедомовые нужды Тоже рассчитывается Но у вас стоит счетчик То, естественно, расчет идет по счетчику А не по нормативам Ну для лифтовых камер Ну все